Они выдержали прослушивание, пережили голливудскую неделю и прошли финальный отбор. Теперь их будут оценивать самые строгие судьи. Это зрители. Вы готовы? Мы начинаем Американ Айдол! Американ Айдол Всем привет, я Райан Сикрест. Мы ведем трансляцию из нашей студии в Голливуде. На первом этапе было свыше 100 тысяч претендентов, а осталось всего 36. И теперь их судьба в ваших руках. Прежде чем начать, давайте поприветствуем судей. У нас тут прямо проект-подиум. Рэнди Джексон, ну признай, правда? Да что за наезды? Представляю вам впервые на шоу Американ Айдол. Не волнуйся. Не нервничай. Кара Диагарди. Боюсь, боюсь. Всем привет. Единственная неповторимая Пола Абдул. Привет. И человек, по которому мы страшно соскучились. Он целых полгода торчал у себя в Британии. С возвращением, приятель. Спасибо, Райан. Сколько лет, сколько зим. Ну что ж, Рэнди, твой совет нашим конкурсантам. На что они должны обратить внимание? Это ваш звездный час. Вы должны спеть так, чтобы у нас челюсти отвисли. Это ваш первый выход к зрителям. Вы должны выложиться. Кара, как преодолеть стресс? Не знаю уж, как ты с ним справляешься. Но что посоветуешь участникам? Да, это большой стресс. Волнуешься? Конечно. Да, ну. Да, я нервничаю. Серьезно? Мы будем обращаться с тобой очень нежно. Рада слышать. Ребята, не поддавайтесь волнению. Успокойтесь, не переживайте. И будьте самими собой. Покажите все, на что вы способны. Как ты себя чувствуешь за этим столом? Раньше ты смотрела шоу, а теперь сама участвуешь в нем? Это невероятно. У меня началась новая жизнь. Она и под столом побывала. Да, точно, под столом. Куда я только не залезала. Ну, не будем развивать эту тему. Пола? Да, дорогой. Твои рекомендации конкурсантам? Послушайте, это ваша мечта, правда? Вы должны выйти на сцену и сотворить чудо за одну минуту 20 секунд. А если у вас не получится, посмотрите по сторонам и спросите, кто лучше. Он и останется, а вы нас покинете. Этот сезон очень трудный. Точнее не скажешь. Саймон, обычно, когда тебя просят дать на путствие участникам, ты говоришь, пойти хорошо. А помимо этого, что еще ты можешь им пожелать, а? В этом году правила ужесточились. Другого шанса у вас не будет. Только трое из вас пройдут финал. Так что можно сказать, все против вас. У вас всего одна попытка. И, кстати, Райан, отличная прическа. Да, мне нравится цвет, удачный оттенок. Кого-то ты мне напоминаешь. Да не льсти себе. Что-то мы отвлеклись. Мы разделили конкурсантов на три группы по 12 человек. Из каждой группы в финал выйдет девушка, набравшая максимальное число голосов, парень, набравший наибольшее число голосов, а также лидер голосования из оставшихся участников. Итого девять. Еще троих отберут судьи. Сегодня наша тема — это песни из лучшей сотни билбордов за всю историю чарта. Пришло время представить участников. Дамы и господа, это первая группа. Джеки Тон. Рики Брэйди. Алексис Грейс. Брэнд Кит. Стиви Райт. Анну Бдесаи. Кейси Карлсон. Майкл Сарвер. Энн Мари Боскович. Стивен Фаулер. Татьяна Дель Торо. И Дэнни Гоки. Вот они. Трое из них войдут в финальную дюжину. И первой на сцену выйдет мисс оригинальность. Джеки Тон. Меня зовут Джеки Тон. Мне 28. Я из Нью-Йорка. По профессии я певица. На прослушивании Сайвон попытался меня критиковать. И тут... Джеки, можно я скажу? Конечно. Худшее, что ты можешь сделать... Это был намек. Придержи язык, Кавелл. Ты сильно рискуешь. Единогласно. Все, на выход. Ты едешь в Голливуд. Я никогда ничего не хотела так сильно, как победа в шоу Американ Айдол. Это моя главная мечта. Я спою A Little Less Conversation Элвиса Пресли. Я хочу, чтобы мисс Абдул пустилась в пляс. Будет прикольно. Я хочу, чтобы мисс Абдул пустилась в шоу Американ Айдолу. Я хочу, чтобы мисс Абдул пустилась в шоу Американ Айдолу. Абдул пустилась в шоу Американстве. Абдул пустилась в шоу Американстве. Продолжение следует... 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 И, кстати, мне не нравятся леггинсы. И вообще, наряд кошмарный. Спасибо. Рядом со мной Белла и Эл, родители Джеки. Мы смотрели выступление из красной комнаты. Эл, я видел, как вы качали головой. Я в надгордости за вашу дочку. Вам было приятно? Так ведь? Дайте сесть-то. Какие у вас ощущения от всей этой ситуации? Я безмирно горд. Белла, что вы ей посоветовали? Я тоже горжусь ею. Мы сказали ей просто будь самой собой и получи удовольствие. Если бы вы сейчас оказались наедине с Саймоном, после его слов. Вот представьте, что вы здесь одна, а он там. Смотрите в ту камеру. Что бы вы ему сказали? Знаете, Саймон, я как мать с вами не согласна. Не знаю, что еще. Не знаю. Вы просто прелесть. Эл, а что бы ты сказал? Как настроить, Джеки? Да я отлично себя чувствую. Мне понравилось. Я просто вышла и развлекла народ. Конечно, я бы хотела всех сразить наповал своим пением, но тут столько отличных вокалистов. Поэтому я бы старалась просто зажечь толпу и не выпендриваться. Жалеешь о чем-нибудь? Ну что ты. Вообще не жалею. Никогда. Американ Айдл. Мы продолжаем Американ Айдл. Я нахожусь за кулисами в красной комнате, и рядом со мной Рикки Брэдди. Мы с тобой только что обсуждали, как круто ты изменил свою жизнь. Еще недавно ты подавал куриные крылышки в закусочной, а потом резко уволился. Ты уж расскажи, как это все случилось. Да, после университета я работал в закусочной и учился музыке. Но эта работа меня жутко выматывала. Одно и то же, день за днем. Но и однажды утром я проснулся и сказал себе, Это не мое. Я не люблю эту работу. Она не приносит мне никакой радости. И я решил заняться тем, что мне действительно близко. Ну что ж, твое время пришло. Удачи. Спасибо. Поехали. Меня зовут Рикки Брэдди, мне 26 лет. Я из города Элизабет-Сити, Северная Каролина. Когда я пришел на прослушивание, я честно скажу, я жутко волновался. Но комментарий Рэнди меня просто потряс. Я обалдел. Ты один из лучших кандидатов. Отлично поешь, приятель. Спасибо. На конкурсе групп во время Голливудской недели я совершенно растерялся. Но в последний день я исполнил песню Алиши Киз, и у меня здорово получилось. Судь, ему очень понравилось. Они сказали, что это успех. Добро пожаловать в восьмой сезон. О, да. Сегодня я спою A Song For You. Леона Рассела. Я хочу показать, что я за артист. Надеюсь, эта песня поможет мне выразить себя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот это да, Рикки, да ты крут Слушай, вот об этом я и говорю Вот так и надо начинать восьмой сезон, черт возьми В этом году у нас больше талантов, чем когда-либо И знаешь, чувак, это было невероятно У тебя сильный голос, красивый тембр Да все на уровне Вот такие у нас и должны быть выступления, ясно? Я надеюсь, сам ты доволен, потому что это прорыв Потрясающе! Ты с такой легкостью исполнил эту вещь абсолютно по-своему У тебя действительно дар смотреть на тебя одно удовольствие И ведь песня трудная Очень трудная, но ты справился? Рикки Я вот что скажу У нас много конкурсантов И до сих пор мы уделяли тебе недостаточно внимания И я очень рада, что весь мир, наконец, смог увидеть твой талант Потому что лично я считаю, что ты должен очень далеко продвинуться в этом конкурсе Саймон Кауэлл Саймон? Ну, очень хорошо Хоть я и не в таком бешеном восторге, как вот эти трое Ничем тебя не проймешь Да ладно, почему же? Моя единственная претензия Ты сам не чувствуешь себя звездой Мне это не нравится Ну вот У тебя действительно прекрасный голос Но тебе не хватает уверенности в себе Харизмы, которая должна быть у настоящего артиста Ты просто скромный паренек с хорошеньким голоском И тебе пора, наконец, поверить в себя, потому что... Да, учись у Саймона Да, бери с нас пример А почему бы и нет? Это единственное замечание Вокал действительно очень хороший Хотя и не настолько сногсшибательный, как они говорят Ты великолепный певец Сейчас сюда придет Рикки Брэдди А со мной Вики и Рики Старший Вы чуть не плакали, да? По-моему, я видел слезинку Да, я прослезилась А вот и он Поздравляю Я вас люблю Присаживайся Давай обсудим выступление Знаешь, по-моему, отлично Саймон сказал, ты хорошо поешь, но стесняешься, но ведь это поправимо Да, я почти это уже сделал Считайте, сделано Да, ты выбрал трудную композицию Что ты чувствовал, когда пел ее, стоя на этой сцене? Ну, это моя любимая песня И это непередаваемое ощущение Исполнять ее с лучшими музыкантами на глазах у всего мира Ну что ж, удачи Спасибо Спасибо, что пришли И следующая Алексис Грейс Моя первая встреча с судьями была очень странной Будь хулиганкой Да, будь плохой девчонкой Иди домой и займись любовью со своим парнем Первое, что я тогда подумала Черт, это же увидит вся моя семья Боже, я еду в Голливуд Но мне кажется, их советы помогли мне добиться успеха Они помогли мне выделиться Похоже, ты прислушалась к тому, что мы говорили Я вижу, ты и правда изменилась У тебя новый имидж Ну да, вы посоветовали мне стать хулиганкой И я решила, что пора это сделать Добро пожаловать в восьмой сезон Меня взяли в Голливуд Трудно расставаться с дочкой так надолго Но я стараюсь ради нашего с ней будущего И исполню песню Never loved a man Аретта Франклин Я уверена, что сделала правильный выбор Надеюсь, у меня получится Добро пожаловать в Голливуд 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 Я хочу заботиться на косметик st Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, эй, да вы знаете, что здесь творится, а? Тут очень кстати показали фрагмент, где мы советуем тебе стать плохой. Ты спустилась с небес на землю. Ты нашла эту жизненность. Говорят, чтобы хорошо петь блюз, надо самому пережить боль. Я не знаю насчет этого, но ты справилась. Я от тебя тащусь, ты всех удела, серьезно. Харр, ну скажи, она же всех удела, да? Да, Джинна выпустили из бутылки. Я чувствую, что ты раскрепостилась. Ты выбралась из своей скорлупы. Потрясающее зрелище. Это не та пай-девочка, которая приходила на прослушивание, это совсем другой человек. Ты мне очень нравишься, я уже твоя поклонница. Отличная работа. Очень неожиданно для такой молодой девушки. Тебе же сколько, двадцать? Двадцать один. Двадцать один. Наконец-то. От человека в твоем возрасте не ожидаешь такой страсти и такого проникновенного вокала. И такой уверенности в себе. Ты очень миниатюрная. Совсем малышка. Но когда ты открываешь рот, это что-то фантастическое. Мне нравится твое спокойствие, твое чувство собственного достоинства. И знаешь, я буду говорить и говорить, потому что Саймона это раздражает. Ты настоящий бриллиант. Ты красавица и великолепная певица. Молодец. Алексис, сегодня ты на голову выше остальных. Правда, пока выступил только трое, но... Как сказала Пола, в тебе горит истинная страсть. И ты живой пример того, о чем я говорил предыдущему участнику. Когда исполнитель верит в себя и считает себя звездой, эта уверенность передается и зрителю тоже. Это наша маленькая темная лошадка. И знаете, кого она мне напоминает? Келли Кларксон. Да, 8 лет назад мы увидели ее и сказали, эта девочка еще себя покажет. С тобой та же история. На тебя стоит обратить внимание. Со мной рядом папа Алексис и его подруга Кэти. Дочка говорит, что унаследовала талант от вас. Что вы сейчас чувствуете? Да я просто Дар Рич потерял. Моя девочка вышла на сцену и устроила там такое. А, вот и она, кстати. Привет. Ты очень круто пела. Привет, пап. Потрясающее выступление. Давай, садись с нами, Алексис. Не плачь, все хорошо. Расскажи, как тебе отзывы судей? Они готовы тебя на руках носить. Господи, я как во сне. Я ушам своим не поверила. Когда твоя дочка подрастет, и ты будешь ей об этом рассказывать, с чего ты начнешь? Ну, давным-давно было такое шоу Американ Айдол. Я пришла на прослушивание, и меня взяли. Это было классно. Да, и закончится эта история словами «Я победила». Надеюсь, было бы здорово. Американ Айдол. Итак, мы продолжаем шоу. Напоминаю, из каждой группы в финал выходит самая популярная девушка, самый популярный парень и лидер голосований за старшиеся десятки. Войдет ли он в список лучших? Брэнд Кит. Брэнд. Давай за мной. Расскажи, как у тебя впечатления. Какие они? Что скажешь про наше шоу? Да крышу сносит. Ну, давай представим, что мы снимаем видеопрезентацию. Ну, давай. Давайте видео. Да. Ну, ладно, давайте видео. Меня зовут Брэнд Кит, мне 29, я из Бланчестера, Огайо. Я работаю в магазине товаров для ремонта. Когда я пришел на прослушивание, Саймон, Рэнди, Пола и Карра вдруг ни с того ни с сего переругались. Спасибо, наконец-то. Вы слишком близко к сердцу все принимаете. Можно я скажу? Не знаю, как это получилось, но девушки спрятались под стол. Все, я лезу под стол. Да минутку, ну. Мне было неудобно. Раз, два, три. Мы с женой едва сводим концы с концами. Живем буквально от зарплаты до зарплаты. Я пришел сюда в надежде, что, может быть, мне удастся как-то пробиться, получить хотя бы еще один шанс в этой жизни. И сегодня я исполню старую, добрую кантри-вещицу под названием Хиктаун. Мне кажется, она прям про меня. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, отлично, чувак. Ты меня порадовал. Ты молодец, Брэнд, мне понравилось. Ты вернулся к своим корням, но ты придал старому кантри современный лоск. Ты звучишь традиционно и в то же время продвинуто. Я так и вижу, как мы с тобой жарим барбекю, ты, я, Саймон. А Саймон такой в фартуке. Ну, спасибо. Не, правда, классный. Среди фанатов кантри тебе гарантирован респект. Спасибо. Брэнд, ты мне нравишься, но, по-моему, ты перестраховался. Я думаю, ты способен на большее. Еще на прослушивании ты показал, что умеешь выражать самые разные эмоции, но эта песня не дала тебе развернуться. Мне кажется, ты можешь больше. Ты симпатичный парень, ты талантлив, и лучше бы ты рискнул. Я понял. Надеюсь, я еще смогу себя показать. Я тоже надеюсь. На прослушивании ты брал очень высокие ноты, пел фальцетом, ты не боялся выйти за рамки. А эта песня для тебя простовата. Но из тебя действительно может выйти хороший кантри-певец. Я в это верю. Ну, хотя бы вспомните Джоша Грейсона. Или Баки Ковингтона. Абсолютно точно. Такой кантри-вестерн. Спасибо. Я просто хотел показать, что я за человек. В следующий раз рискни. Хорошо. А что стало с Баки Ковингтоном? Саймон, ну хватит. У Баки все отлично. Вы все говорите, что Брэнд перестраховался до глупости. У них есть всего один шанс. Ты хороший парень, у тебя голос приятный. Но на самом деле ты сейчас здорово рискнул. Выступление было незапоминающимся. Твоя песня в одно ухо влетела, с другого вылетела. И по-моему, ты совершенно уничтожил свои шансы на успех. Тебя забудут, Брэнд. Прости. А я думаю, поклонники кантри меня запомнят. Согласна. Надеюсь, ты нам еще споешь. Здесь со мной в красной комнате жена Брэнта Кита, Николь. Скажи, а вы ставите себе какие-то временные рамки, типа, если к этому моменту ничего не выйдет, придется оставить надежду? Да нет, такого нет. Мы просто делаем все возможное. Мы готовы двигаться вперед. Привет. Привет. Можно сесть? Конечно, располагайся. Мы тут с Николь говорили о вашей мечте, о том, как вы пытаетесь ее реализовать. Ты ведь всегда верила, что он добьется успеха? Без сомнений, я абсолютно в нем уверена. А что вы думаете, как вам замечания Саймона? Считаешь, ты сделал правильный выбор? Брэнд? Я считаю, я сделал правильный выбор, потому что я должен был показать зрителям, в каком жанре я работаю. Именно такую музыку я и собираюсь исполнять. Кантри-музыка — это прибыльное дело. Это гигантская аудитория. Ты не прогадал. Мы продолжаем Американ Айдол. Вы уже выбрали себе любимчика? Может быть, это будет Стиви Райт? Ладно, поехали. Так, значит, ее зовут Стиви Уандер? Нет, Стиви Райт. А, Стиви Райт. Да. Ясно. Этот конкурс для меня очень много значит. Я с девяти лет мечтала сюда попасть, с тех пор, как впервые увидела это шоу. Так что сейчас я живу как в сказке. Ты такая юная, но в тебе есть дух старого соула. По-моему, я понравилась всем, кроме Саймона. Он до сих пор во мне сомневается. Что-то не очень удачно. Ты не произвела на меня впечатление. Ты поешь как первоклассница. Я просто такая, какая есть. Веселая 17-летняя девчонка. Я радуюсь жизни. Сегодня я спою «You belong with me» Тейлор Свифт. По-моему, эта песня мне подходит. Она про таких девчонок, как я. Хороший выбор для первого выступления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, понимаешь, ты выбрала песню, которая не имеет к тебе никакого отношения. Ты мечешься из одной крайности в другую. На прослушивании ты пела «At Last», это классика, а теперь Тейлор Свифт. Что же ты из себя представляешь? Ты выбрала молодежную песню, но она не отражает твою сущность как артистки и как исполнителя. Стиви, девочка моя, мне больно это говорить, но мне придется с ними согласиться. Эта песня тебе не подходит. В нижнем регистре тебе некомфортно. Это не та Стиви Райт, которую мы полюбили. Не та, кого мы хотели увидеть. Да, Стиви может петь лучше. Совершенно верно. Стиви, прости, но сегодня ты промахнулась. Ладно. Это еще мягко сказано. Стиви, это был кошмар. Я абсолютно серьезно. Имейте у меня свистывать. Это было ужасно. Песня неплохая, но ты в ноты не попадала. Ты явно нервничала и была не в своей тарелке. Я надеюсь, это по крайней мере станет для тебя уроком. Но я боюсь, нет ни малейшего шанса, что после такого ты пройдешь следующий круг. Извини. Да пощади ты человека. Послушайте, мы все знаем правила. Пусть зрители решают, они будут голосовать. Да, но они же слушают меня. Ну конечно, только тебя. Ты спелый перед многомиллионной аудиторией. Это хорошо. Это полезный опыт. Спасибо. Спасибо. Итак, здесь в красной комнате Питер и Дайана. Они ждут свою 16-летнюю дочку. Она уже здесь. Это, наверное, тяжело видеть, как критикуют ваши чады, да? Так ведь? О, да. Я люблю тебя. Я бы хотел спросить у мамы. Мама, тебе надо это знать. Когда судьи делились впечатлениями, Дайана прошептала твоему отцу. Они сбили ее с толку. Что вы имели в виду? Ну, на прослушивании они сказали, что она слишком молода, чтобы петь «Атласт». Поэтому она выбрала подростковую песню. Оказывается, им в тот раз понравилось. Чего же они от нее хотят? Надо отдать тебе должное. Тебе всего 16. Это был первый раз. Ты вышла перед огромной толпой, десятки миллионов зрителей. Это твое первое выступление на ТВ, да? Ты в порядке? Да, все хорошо. Итак, это была Стиви Райт. Большое спасибо. Спасибо. Отлично. А теперь пришло время сладкоголосого Анупа Десаи. Есть Чипл Хилла. Так, Анупи... Просто Ануп. Рэнди, можешь меня звать Ануп Док. Ануп Док Энда Хаус. Мне нравится. Мое пение удивило судей. Я такого не ожидала. Да, это сюрприз. Ануп. Для сольного номера я выбрал песню «My Prerogative». Просто она прикольная. Именно с такими песнями я и хочу выступать. Я хочу дарить людям энергию. Я исполняю те вещи, которые мне самому хотелось бы услышать со сцены. Я выбираю только то, что трогает меня самого, то, что мне близко. И сегодня я спою «Angel of Mine» Моники. Я люблю эту песню. И надеюсь, зрителям она тоже понравится. Анастасия Моники. Спасибо. Анастасия Моники. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это комплимент Это большая честь для меня, спасибо Я в тебя верю По-моему, Анубдок пришел к нам всерьез и надолго, надеюсь Почему ты выбрал именно эту песню? Это первая песня в стиле R&B, которую я услышал по радио, именно я за это и полюбил R&B Эта песня вышла, когда тебе было два? Нет, ее выпустили в конце 90-х Сколько тебе лет? Что? Сколько тебе лет? Нет, 22 22? Ну, мне просто показалось, что это песня для человека постарше Вообще, знаешь, она довольно малоизвестная И она слишком замороченная, что ли, для тебя Слишком серьезная А можно я объясню? По-моему, это песня о благодарности, о том, как здорово, когда тебя кто-то поддерживает А меня поддерживает большое количество людей Ну ладно Скажи спасибо зрителям, мы постараемся забыть, что ты спел эту песню, потому что мы полюбили тебя совсем за другое Спасибо У тебя бывали лучшие времена, но нельзя отрицать, что ты чертовски обаятелен Это, конечно, играет в твою пользу Рядом со мной родитель Анупа Скажите, что вы чувствовали, видя, как ваш мальчик впервые выступает по телевидению? Это слово мне описать Я растрогался, нельзя остаться равнодушным Это было очень благородно, сказать спасибо людям, которые тебя поддерживают Ну и как тебе замечания, суди? Ну, знаете, я в интервью уже не раз говорил Ну, когда я выхожу на сцену, у меня просто мозги отключаются и наступает какое-то затмение Может от нервов, не знаю Во всяком случае, спасибо Рике и всей группе, они помогли мне Ну что ж, я рад, что ты с нами, Ануп Американ Айдол А у нас на очереди, готова? Ну, вроде бы Уж пожалуйста Это Кейси Карлсон Мне 20 лет, я из Миннеаполиса, штат Миннесота Я работаю в Чайной Спасибо, хорошего дня Сейчас бывает моя мечта Я до сих пор не верю, что меня взяли в шоу Добро пожаловать в Голливуд Этот листочек бумаги просто бесценен Я еду в Голливуд Для сольного выступления я выбрала песню «Тату Джордан Спаркс» Только стоя за кулисами, я осознала, что все это реально А почему именно эту песню? Я люблю Джордан Спаркс Она стояла прямо на этом месте Помню, как мы ждали, когда судьи объявят решение и... Если мне удастся повторить успех Джордан, я буду на седьмом небе Я спою песню «Every little thing she does is magic» группы Полис Она всегда поднимает настроение «В 발라зи сперкс» «Колловие песня и декори сполня» «Воциossу по-турски» «В sagt, гибкие» «Воцису по-турски» «Советесь я захотел я вам в голове» «Воцису по-турски» «Вывод, что я с robić», что я вас пишу «Вывод, что я с тобой идßt» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Wow! Слушай, ну, я даже не знаю, как бы тебя не обидеть. Мне совсем не понравилось. Вообще. Это выглядело очень странно. Песня отличная, просто гениальная. Но тебе она не подходит. Это какое-то дикое караоке. Это просто несуразица. Я даже не знаю. Я не понял, что ты хотела сказать. Вообще. Да, это была большая ошибка. Все они в лад и не в попад. Послушай, ты юная, красивая девушка. При чем тут полись? Никто не рискует перепевать их песни. Это безнадежно. Их творения лежат на специальной полочке с надписью «Не трогать». Ты такая милая. Надо было выбрать что-то нежное, девичье, по возрасту. И двигалась ты тоже нелепо. Какая-то театральщина, неестественность. Я так на тебя надеялась. У тебя огромный потенциал, но ты пролетела. Ты в пролете. Кейси, видишь ли, в чем дело? Ты такая изящная. Такая хорошенькая, как картинка. Все это отмечают. Это твой козырь. Но песня, как говорится, не из той оперы. Ты странно интонировала. Ты не думала о том, что поешь. И это очень трудная композиция. Полис, Стинг, они же просто боги. У тебя не получилось. Мне очень жаль. Као, у тебя самой как ощущения? Мне было весело. Я получила удовольствие. Ну, я пытаюсь выводить хоть какой-то позитив. Мы рады, что тебе было приятно. Слушай, выступление, конечно, тихий ужас. Я буду откровенен. Совершенно неподходящая песня. Дурацкая аранжировка. Кто-то должен был запретить тебе исполнять эту вещь. Мало того, что она прозвучала чудовищно, она ничего не говорит о тебе, как об артистке. Это жалко караоке. Вот в чем беда, понимаешь? Тебе выпал такой роскошный шанс. И ты его упустила. Следи за выражением лица. Не надо подмигивать. Да ладно, пусть подмигивает. Не слушай его. Да это ерунда. По сравнению с другими твоими проблемами, подмигивание фигня. Что ж, спасибо. И вот она. Трудный момент, да? Кейси, ты отлично выступила. Ты зажгла. Я люблю тебя и горжусь тобой. Спасибо, мам. Я рада, что ты получила удовольствие. Ты потрясающая. Мама всегда поддержит. Иди сюда. Поздоровайся с папой. Кейси, давай-ка присядь. Что ты думаешь о своем выступлении? Ну, замечания были правильные. Я согласна с судьями. Надо было мне выбрать другую песню. Но я так классно повеселилась. Было супер. Так что всем спасибо. Спасибо, Райан. Будем надеяться, тебе выпадет еще один шанс. Хорошо бы. Было бы здорово. Да, слушай, мам. Голосуйте за Кейси. Кто-то из этих ребят станет вашим новым кумиром. Может быть, это мой брат-близнец Майкл Сарвер. Меня зовут Майкл Сарвер. Я из Джаспера, Техас. Я 27. Я рабочий на нефтяной вышке. Я пришел на Американ Айдл в надежде обеспечить лучшее будущее своей семье. Потому что они этого достойны. Пока что все идет хорошо. Но здесь, конечно, полное безумие. Поздравляю, вы оба прошли в восьмой сезон. А за обоих приняли! Я исполню песню «I don't want to be» Гевену Дегро. Это песня о том, как важно оставаться верным себе. Она меня очень вдохновляет. Я хочу быть самим собой и никем больше. Гевену Дегро. Гевену Дегро. Гевену Дегро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, это очень популярная песня. На любой дискотеке она идет на ура. Но это не лучшее твое выступление. У тебя огромный потенциал, но ты по-настоящему раскрываешься, когда исполняешь песни, близкие тебе лично. Вот тогда включается твое обаяние, и ты просто гипнотизируешь зрителя. Но это был проходной номер. Ты можешь лучше. А я не буду тебя ругать. По-моему, ты отлично справился. Мне кажется, ты просто показал нам себя с новой стороны. Меня немного сбивало то, что ты перекладывал микрофон из одной руки в другую. Это мельтешение слегка отвлекает, понимаешь? Но я тебе вот что скажу. Эту песню пели Бо Байс, Элиот Йемин. Ее пел Крис Ричардсон. А значит, песня отличная. Гевин де Гро — потрясающий артист. Он смотрит наше шоу, и я уверена, ему было приятно это видеть. Спасибо. Майкл, у нас тут сложная ситуация. Знаешь, за что я люблю этот конкурс? Здесь у всех равные шансы, независимо от происхождения и рода занятий. Мы взяли тебя, потому что ты нам понравился. Ты нас чем-то зацепил. Ты хороший парень, честный трудяга, который заслуживает гораздо большего. Я не буду врать, что ты потряс меня своим вокалом. Это не так. С другой стороны, слыхали мы сегодня и похоже. И если ты пройдешь финал, то благодаря своему обаянию. Я солидарен с Рэнди. Мне кажется, песни, которые ты пел раньше, больше тебе подходят. Но если уж совсем на чистоту, я надеюсь, что зрители не пожалеют для тебя голосов, и мы тебя еще увидим. Мы тоже надеемся. Спасибо вам. Здесь, в красной комнате, жена и мама Майкла. Скажи, когда ты провожала его на сцену, что ты ему пожелала? Звучит странно, но я всегда говорю ему, сделай им красиво. Да, это оригинально. Но это ваше личное дело. У него клевая рубашка. Это ты подобрала? Это единственное, что он выбрал сам. То есть это не ты? Нет, это его решение. Ты сам выбрал рубашку? Ну, типа. Саймон верно подметил, ты хороший парень, без закидонов. Именно это и подкупает, понимаешь? До встречи. Когда судьи давали отзывы, Энн Мари затыкала уши. Ну нет, только один раз. Американ Айдол. Меня зовут Энн Мари Боскович, мне 22. И я изнашивала штат Теннесси. Я начинающая певица, но пока работаю официанткой. Когда я пришла на прослушивание, Саймон меня выгнал. Я хочу, чтобы ты сменила имидж. Все, хватит скромничать. Я была в шоке. Но мне еще больше захотелось их поразить и доказать, что я могу быть звездой. Ты прошла. Добро пожаловать в Голливуд! В первый день голливудской недели судьи похвалили мое выступление. Отлично смотришься. Ты сделала большой шаг вперед. Определенно. Мне повезло, что я сюда попала. Это очень волнующе. Я исполню песню Natural Woman. Я хочу показать зрителям и судьям, на что я способна. Я представляю мою собственную интерпретацию. Надеюсь, всем понравится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Со мной поокончено ДимаTorzok 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 ДимаTorzок Я хочу ходить с тобой Вот так, значит, да? Слушай, ничего не понимаю Когда мы увидели тебя впервые, ты произвел на нас совсем другое впечатление Никогда бы я не подумал, что ты можешь выбрать вот эту песню Она настолько с тобой не вяжется, понимаешь? Ты был совершенно не в своей тарелке, не в своей стихии Совсем не такие песни ты должен исполнять Слушай, я даже не знаю, тут нужен другой тембр, более гибкий Ты не вытягивал верхние ноты Это незачетное исполнение, мне не нравится Даже когда ты забыл слова за пианино, было лучше Серьезно? Потому что тогда ты был самим собой Ты сидел за инструментом, ты пел от всего сердца Это было искренне, а эта песня не дает пространства для интерпретации Что касается высоких нот, то, казалось, ты просто хочешь похвастаться Типа, вот как я умею Знаете, мне сейчас очень не по себе Получается, я запомнился только своим выступлением за пианино А ведь это был полный провал И я честно скажу, мне не очень комфортно петь без инструмента Так что я... я ведь только учусь и... верно Стивен, тебе выпал еще один шанс А это вообще бывает очень редко Я рада, что на этот раз ты не забыл слова Но мне кажется, лучше бы ты вышел и спел ту же самую песню Дэвида Кука Потому что она тебе явно близка Когда ты в тот раз ушел со сцены, я очень расстроилась И я рада, что ты снова с нами Но выбрать Rock With You, это значит подписать себе приговор Эта песня принадлежит Майклу Джексону Я разочарована Кауэлл? Да уж, лучше бы ты забыл слова Это было совершенно бездарное выступление Стивен Чтобы человек с твоим опытом, с твоей жаждой победы Исполнил такую ужасную песню, да еще и в такой уродской обработке Просто кошмарный И кстати, партия клавишных вообще кошмар Откуда она взялась? На тебя было неловко смотреть Последние 10 секунд еще туда-сюда Но когда ты будешь пересматривать эту запись Ты поймешь, какую огромную ошибку ты совершил Потому что это было пошло И получается ты пошляк Да, я такой, я пошляк Ну вообще-то нет Американ Айдол С вами по-прежнему Американ Айдол Напоминаю, из группы, которая сегодня выступает В финал попадут только 3 человека Привет, новомранец Привет Татьяна Дель Торо, ты следующая Я Татьяна Дель Торо Мне 24 года, я из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико Я боролась за свое место в конкурсе И я его заслужила Смотрите, она не сдается Это для меня все Татьяна, ты едешь в Голливуд Огромное спасибо Во время Голливудской недели я очень настрадалась Мне казалось, что я никому не нужна Обидно, когда тебя обзывают и считают тебя плохим человеком Она чокнутая Это было настоящее испытание Но я никому не позволю встать у меня на пути Потому что я иду к своей мечте Сегодня я спою I'm saving all my love for you У Уитни Хьюстон Я очень много работала Я обожаю петь Это моя страсть Я получаю удовольствие И надеюсь доставить удовольствие вам Это делает тебя чувствовать хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, такие дела Слушайте, знаете что? Когда я услышал название песни, я подумал Господи, это же самоубийство Но представьте себе Некоторые моменты были очень хороши Я подумал Надо же, а девочка круто поет Местами я был просто потрясен Конечно, выступление неровное А во втором куплете ты вообще съехала куда-то не туда Но вот некоторые моменты, Татьяна Местами Просто отлично Татьяна, с тобой как на американских горках Вверх, вниз, влево, вправо Только держись Никогда не знаешь, чего от тебя ожидать Сегодня ты впервые очень сдержана Да, местами исполнение было классное Ты вытянула многие ноты Ты хорошо поешь Но где твое место в шоу-бизнесе? Что ты за артистка? Вот мой вопрос Ты просто яркая личность Или ты все же певица Я пока не поняла Я все могу Серьезно? Я работаю во всех жанрах Понятно А я вот что скажу Что мы тут вообще все делаем? Татьяна, из всех участников нашего шоу Ты самая обсуждаемая Знаешь ведь эту поговорку Неважно, хвалят меня или ругают Лишь бы говорили Правильно? Ты сегодня очень спокойна Мы к этому не привыкли Но финальная нота была прекрасна Местами исполнение отличное Кое-где ты, конечно, фальшивила Но я не понимаю, кто ты Где твоя бешеная энергия? Где истерики? Да я не истеричка Да, я иногда волнуюсь Голливудская неделя мне вымотала все нервы Я не знала, что буду так себя вести Даже мои друзья удивились Обычно я не такая Ты просто ходячая мелодрама Верно, да? Я никогда не видел человека За исключением, может быть, Полы Который бы так рвался к славе Ну а что? Разве это не так? Ты отчаянно хочешь стать знаменитой Так ведь? А ты не хочешь? Нет О боже Ну да, конечно Я изучала маркетинг Что? Я изучала маркетинг, бизнес И я рада, что могу профессионально себя продвигать Я хочу выйти на новый уровень Ты занялась маркетингом, чтобы профессионально рекламировать Татьяну? Чтобы продвигать мою музыку и мой альбом Давай вернемся к вокалу Как ни странно, пела ты очень неплохо И намного лучше, чем я ожидал Но, как уже сказала Пола, твое нынешнее поведение очень настораживает Ты выглядишь такой невозмутимой Так что я даже начинаю нервничать Ты нравилась нам прежней Давай уже, зажигай Да, выкидывай что-нибудь безумное Посмейся диким смехом Давай Друзья говорят, я раньше никогда так не смеялась Я даже не знаю, как это делается Со мной двое друзей Татьяны Дель Торо из Пуэрто-Рика Вы те самые ясновидящие? Да нет, нет То есть вы не экстрасенсы? Нет Татьяна идет сюда Судьи подняли интересный вопрос Какова Татьяна на самом деле? Это собранная спокойная девушка или неудержимая хохотушка? Привет, ребят Это мои братья Они меня воспитали Настоящие родные братья? Нет, я их просто так называю В Пуэрто-Рика все братья Я понял Мы там все как родные Ответь мне на такой вопрос Какая ты на самом деле? Ты сдержанная или чумовая? Понимаешь? Мне прямо неудобно Я и такая, и такая Я женщина, я переменчива Никогда не думала, что буду переживать такие приключения Я не знала, что меня ждет Я сама не ожидала, что буду так себя вести Сейчас я немного расслабилась, стала спокойнее Но я всегда остаюсь самой собой У нас, к сожалению, нет времени на разговоры Но эта история с предсказанием интересует меня все больше и больше Честное слово Скоро мы узнаем, пройдет ли Татьяна в финал Это программа Американ Айдол Трансляция прямо из Голливуда Остался всего один участник Дэнни, ты готов? Готов на 100% Ну и поехали Мне 28 лет Я из Милуоки, Висконсин Я руководитель церковного хора За месяц до прослушивания скончалась моя жена Но я обрел новую надежду Ты один из лучших претендентов Согласна? Я был подавлен Наконец у меня появился повод для радости Когда началась Голливудская неделя Я обрел внутреннюю опору Я поверил в себя У тебя получилось, приятель Иногда я сам не могу поверить, что меня взяли в этот конкурс Ведь это все, о чем я мечтаю Я исполню песню Марай Керри «Hero», «Герой» Мне было очень плохо, но я нашел в себе силы бороться Песня как раз об этом Я хочу донести ее до людей Пусть они посмотрят на меня и скажут Если у него получилось, значит и у меня получится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Дэнни Чувак, пять звезд тебе, понял? Дэнни, ты и есть герой. Невероятно. Ты вселил в нас надежду. Потрясающе. Ты наш спаситель. Прекрасно. Дэнни, ты звезда. Я скажу, что тебя ждет. Два слова. Забитые стадионы. Спасибо. Саймон Кауэлл. Ну, вернемся в реальный мир. Дэнни, ты хорошо спел. Я бы не сказал... Простите, но я бы не сказал, что это было феноменально. Это было неплохо. Последняя часть тебе особенно удалась. Начало на четверку. Аранжировка топорная, но ты действительно хороший певец. Саймон, у тебя нет сердца. Дэнни, ты справился, его не слушай. Ты мне нравишься, но я не хочу раздувать сенсацию раньше времени. О, боже. Дэнни Гокки. Знаешь, Саймон, а ведь я на секунду подумал, что у тебя есть тот орган, о котором все говорят. Ну, как у нормальных людей. Ладно, ты не понял, что ли? Я потом объясню. Сейчас мы поговорим о Дэнни. Что ты себе представлял, когда исполнял эту песню? Знаешь, я представлял себе людей, которые борются с обстоятельствами. Я представлял, как они поднимаются, идут дальше, зная, что у них есть будущее, несмотря на все трудности. Да, ты живой доказательство этого. Спасибо. Спасибо. Итак, все участники выступили. Я напомню, в финал пройдут только три человека из двенадцати. И все зависит от зрительского голосования. Давайте вспомним конкурсантов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА